привет в этом видео мы поговорим про смазку про смазку для автомобильного двигателя а точнее про замену масла когда его нужно менять какие существуют признаки необходимость замены масла что будет если его не менять вовремя а также расскажем про самые частые ошибки которые совершают на неквалифицированных автосервисах подписывайтесь наш канал ставьте лайк если вам интересна эта тема и не забывайте ухаживать за своим автомобилем автомобиль это живой организм двигатель его сердце а масло кровь естественно что живой организм требует постоянного внимания а если не будет крови или она плохого качества что происходит организм болеет давно прошли те времена когда моторесурс двигателя равнялся сроку действия масла сегодня масло способно продлить жизнь двигателю на очень долгий период самое главное это правильно подбирать масло и вовремя его менять об особенностях подбора вы можете всегда посмотреть в наших видео роликах на канале youtube какую же задачу выполняет масло в двигателе в первую очередь это функция смазки не допустить сухого трения деталей между собой тем самым продли в сроках службы кроме того она предупреждает коррозию и защищает от перегревов вместе с переработанным маслом также удаляются и продукты износа это металлическая стружка сажа и нагар замена масла это наиболее частая процедура которая ожидает любого автовладельца когда же нужно менять масло все говорят по регламенту но сегодня некоторые автопроизводители регламентируют непривычные 10-15 тысяч километров пробега а устанавливают межсервисные интервалы 20 а то и 30 тысяч километров насколько это полезно для автомобиля сложно сказать верить этому или нет дальше мы расскажем мы на олер как автосервисе с большим опытом и гарантией на проделанные работы настоятельно рекомендуем придерживаться интервала от 8 до 10 тысяч километров пробега почему потому что учитывать нужно не количество километров по которой вы проехали а мото часы работы двигателя поскольку ваши 10 тысяч на одометре могут составлять 15 и 20 тысяч пробега самого двигателя если учитывать все прогревы стояние в пробках а также на светофорах особое внимание состоянию масла стоит уделить тем кто грешит поездками на короткое расстояние когда масло не успевает прогреться растечься по всем уголкам в результате там накапливаются излишки топлива окислений конденсат что приводит к истощению присадок и естественно масло теряет свои свойства на самом деле процедура по замене масла очень простая и на эйлер стоит 398 гривен за работу плюс расходники в среднестатистический двигатель пойдет где-то 4-5 литров масла плюс мы всегда рекомендуем заменить не только масляный фильтр но еще и топливный воздушный а также фильтр салона чтобы вы дышали свежим воздухом и желательно их все же менять а не мыть стирать или еще как-либо чистить процедура проводится очень легко старое масло сливается в поддон при необходимости система чистится и промывается а затем заливается свежее масло одновременно меняется масляный фильтр часто на фильтре видна металлическая стружка и другие продукты износа все эти процедуры можно проделывать и самостоятельно при наличии ямы или подъемника многие доверяют и гаражникам экономия средства ничего зазорного все допустимо но у крупных автосервисов есть свои плюсы во первых это грамотные менеджеры которые подберут масло конкретно под ваш автомобиль все закажут и подготовят к вашему приезду во вторых это комфортные комнаты отдыха где можно посидеть в тепле и комфорте и подождать 40 60 минут пока вам меняют масло плюс ко всему крупный автосервис всегда дает гарантию на своей работой а также на запчасти которые были приобретены у них к тому же для каждого клиента автосервиса автоматически создается кабинет на сайте где он может отслеживать сервисную историю автомобиля их наши механики уже не раз сталкивались с последствиями недобросовестной замены масла зачастую встречаются такие проблемы это перелив масла либо же его не долив перелив чреватый тем что может повыдавливать сальники на автомобиле масло будет течь со всех возможных отверстий недолив чем чреватый это масляное голодание ведь не всегда загорается в первую очередь масленка она загорается уже когда давление в системе критичное и уже могут начаться проблемы на сервисах также встречаются следующие нюансы это то что не меняют пробки сливные не меняют сливные колечки которые в принципе у каждого производителя могут быть разные могут быть с резиновыми уплотнителями могут быть просто медные пустотелые пробки шайбы по фильтрам есть следующие нюансы это то что мастер может не досмотреть останется резинка с фильтра ну как правило течь начинает сразу и течь достаточно неплохо еще частой проблемой есть неправильный подбор масла масло может быстрее выгорать идти на угар ну и соответственно опять таки перейдем к тому же масляному голоданию ну и совсем разный пакет присадок под опуском она не подходит мы подведем небольшие итоги можно ли убедиться в том что вам необходимо отправляться на замену масла самом деле можно первое это когда при проверке щупом уровня масла в двигателе он оказывается ниже минимального уровня второе если вы обнаружили пятна масла под автомобилем третьих если загорелась пиктограмма с масленкой в этом случае вам двигаться уже нежелательно лучше вызывать эвакуатор и отправляться на замену масла ну если вы знаете какое масло наливали предыдущий раз то вы можете его долить и отправиться на сервис самостоятельно недавно на сервис приезжал лексус жалоба была на то что промежутках между того несколько раз доливали маслом там суммарно где-то больше двух литров как оказалось проблема была что на предыдущем сервисе неправильно подобрали масло ну и как потом еще следствие оказалось прочитав на бирке там был уже большой достаточно большой перекат около 17 тысяч до мы рекомендуем делать замену масла каждые 10 тысяч также очень часто не цепляют попросту бирки под капотом не сбивают сервисный интервал и люди потом путаются потому что большинство просто забывают о таких нюансах ну и еще обязательными параметрами есть которые мы проверяем на наших станциях при каждом машинозаезде это уровне технической жидкости также их состояние это гигроскопичность тормозной жидкости температуру замерзания жидкости системы охлаждения ну и зимой конечно первую очередь аккумулятор потому что никому неприятно утром выйти и не завести автомобиль чем же грозит несвоевременная замена масла вырастает нагрузка на каждый элемент двигателя и на сам двигатель повышается температура не справляется система охлаждения если все еще не поехали на замену масло появляется запах гарри и металлический стук засоряется масляный канал и как следствие проворот шатунных вкладышей износ деталей турбокомпрессора и его заклинивание быстрый износ распределительного вала а это уже может привести к изгибу или даже разрушению клапанов ну и привет капитальный ремонт двигателя который обойдется вам в тысячи долларов ну или замена этого двигателя что тоже связано со своими нюансами он может быть не работающим снятым с угнанного автомобиля и так далее в общем считайте во сколько вам обойдется игнорирование замены масла подписывайтесь на наш канал у нас много полезных видео пишите в комментариях какой интервал по замене масла вы предпочитаете и оставайтесь спокойными вместе с видео о том что он будет вам向и и рассмотрим и и и и и и и и и